здравствуйте коллеги с вами раб исаков роман компания драмаркет и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня понедельник поэтому мы традиционно обсудим что нас ожидать на неделе предыдущей обсудим то как закрылась неделя на прошлое поговорим о данных рынка труда из сша ну в целом как шла торговля на прошлой неделе чем закончилась ну и а также обратим внимание на на события которые актуальны на текущий момент например поговорим о утечке данных фейсбука и стоит ли на это обращать внимание но прежде чем мы начнем напомню что если вам нравится это видео не забывайте ставить лайк оставляйте ваши вопросы в комментариях и давайте начнем давайте начнем с того что поговорим о том как закрылась неделя во первых а предыдущая да у нас не было выпуска в пятницу в пятницу были выходные в большом количестве стран на связи с пасхальными праздниками поэтому рынки были закрыты и сейчас давайте обсудим что как раз на прошлой неделе произошло ну во первых снт 500 обновил исторический максимум да сейчас уже фьючерс торгуется в выше отметки 4000 пунктов что безусловно является позитивом для рынка но что на это повлиял во первых и данные по рынку труда а по и в пятницу были опубликованы данные по количеству вновь созданных рабочих мест не сельского хозяйства цифры инвесторам понравились но и собственно а фьючерс на это также мне среагировали сегодня мы ждем открытие американского рынка и по всей видимости он откроется позитивно ну и в целом увидим эту же динамику уже сейчас по европейским площадкам поэтому мне те данные которые которые поступали сейчас да это является позитивом то есть уже в марте было создано 916 тысяч новых рабочих мест а также важно что в сша идет вакцинация полным ходом и уже был новый рекорд в количестве вакцинированных людей это порядка трех миллионов доз было сделано а безусловно это также является позитивом а также инфраструктурные проекты байдена до который сейчас еще обсуждаются но в целом а то что он хочет потратить деньги на развитие инфраструктуры но безусловно да является также позитивом для фондового рынка конечно сейчас есть опасения все еще на на фоне роста инфляции на фоне роста доходности облигации но пока мы там несколько притормозились поэтому здесь я в целом сейчас настрой выглядит довольно таки да позитивно ну и собственно как результат мы видим рост по на фондовому рынку и скорее всего текущая ситуация на рынке продолжить тем более пока нет каких-то ключевых событий которые на рынок сейчас влияют поэтому будем следить будем ждать ну пока мы вновь стали на рельсы как раз восходящего тренда относительно новости по фейсбук да то что сейчас поступало да и я думаю что многие видели и насколько в принципе нужно опасаться данных событий да то есть поступила новость о том что практически 500 миллионов пользователей утратили свои данные да то есть они были опубликованы на различных ресурсах а тут важно понимать что это ну во первых те данные которые были опубликованы они старые да то есть у компании там 2018 году 2019 году уже были подобные инциденты компания приняла все необходимые меры до усилила безопасность но собственно чтобы этого не повторилось вновь поэтому те данные которые были опубликованы опять же данные из утечек прошлых лет ну и собственно здесь как компания заявила то что это были данные там 2019 года и уже все решено да то есть проблема устрена поэтому здесь нечего опасаться ну и в принципе мы видим то что фейсбук ведет себя довольно таки позитивно неплохо отрастали опять же на прошлой неделе и в целом уже подошли к отметке 3300 долларов за на одну акцию моем портфеле также фейсбук довольно таки неплохо на подрос вообще сейчас опять же то что то что мы обсуждали и то что мы говорили о том что сектора да то есть волстрит долл джонс они уже себя как бы отыграли до последние несколько месяцев мы увидели вновь локальный максимум высокотехнологичный сектор он пока несколько оставал и вот скорее всего в апреле может быть как раз потенциал у этого сектора поэтому я лично для себя также делаю на это не оставку уже ну непосредственно своими деньгами поэтому здесь опять же достаточно много различных аналитических обзоров сейчас можно найти где различные инвесторы различные инвест дома опять же об этом напоминает то что хороший импульс до ближайшее время можно получить как раз высокотехнологичный сектор поэтому тоже на этом важно обращать внимание когда вы планируете свои действия тем более что индекс nasdaq в отличие от если бы 500 несколько отставал но вот как раз это оставание сейчас снижается да поэтому на это важно обращать внимание а теперь давайте поговорим что сейчас происходит на рынке одну во первых по планам на неделю неделя довольно таки не насыщена событиями скажем так важные события нон фарбэрос были на прошлой неделе сейчас в понедельник тоже в ряде стран продолжаются пасхальные праздники сегодня в сша будет опубликован индекс менеджер по закупкам вне производственном секторе также во вторник число открытых вакансий на рынке труда будет опубликовано до создаются ли новые рабочие места да и возвращаются ли вновь экономика то есть поэтому показатель мы можем понимать об этом изменение запасов сырой нефти ну нефть это тоже сейчас такой инструмент который находится подвешенном состоянии мы видим то что не закрепилась чуть ниже пока отметка 65 вполне вероятно что можно пойти еще на 67 68 но техническую картину рассмотрим чуть позже поэтому за этим показателем тоже обязательно следим потому что запасы они напрямую влияют и с ценами на нефть и по канаде в пятницу выйдут изменения занятости населения то есть ну как я уже сказал то есть неделя довольно таки скупа на события а теперь давайте посмотрим что сейчас происходит на рынке да с точки зрения технической картины а по евро по евро продолжается движение у нас нисходящая коррекция которая была на прошлой неделе она ну по всей видимости не будет сильной до затяжной буквально три дня находились мы в этой коррекции и сейчас уже закрепляемся одни же минимальные значения которые были собираны в пятницу поэтому с текущих уровней можем ожидать что пойдет дальше движение нисходящее но для меня не самая удачная точка для входа и по евро доллару здесь я скорее всего эту позицию пока придет попа придержу если будет еще одна волна на роста до коррекционного роста то тогда будет уже заходить в рамках нисходящего тренда да как который сейчас является основным а по паре британский фунт американский дорого здесь вход может быть чуть более интересен коррекция была здесь чуть более затяжной сейчас в принципе мы находимся в довольно таки неплохих уровнях для входа на снижение но пока с точки зрения часового таймфрейма у нас нет разворота то есть пока еще не сигнал на то что можно искать продажи поэтому здесь я буду следить за британской валюты на этой неделе и чем выше мы сможем забраться тем больше интереса будет как раз во входе в позицию в short а по паре американский доллар канадский доллар здесь пока у нас сохраняется тренд нисходящий собственно это я делал ставку когда заходил в продажи на прошлой неделе сейчас я продолжаю их удерживать соответственно здесь пока мы торгуемся выше максимум которые были сформированы в начале марта то для меня сценарий нисходящего тренда пока здесь будет сохраняться конечно есть вариант что мы сможем туда уйти обновить локальный максимум и тренд в целом поменяется но безусловно это этого пока не да то есть мы должны отрабатывать ту ситуацию которая сейчас на рынке появляется и если посмотреть на часовый таймфрейм пока я позицию продолжаю удерживать заходил я в четверг да вот практически по локальным максимум я заходил заходил по рынку стоп у меня сначала стоял за максимум который был 30 марта и затем его перенес уже после того как пятницу мы обновили минимум как раз четверга я перенес свой стоп лосс за локальный максимум уже непосредственно четверга да и в этот и сейчас он собственно там остается пока его не меняю а были небольшие подходы как раз к точке входа но пока динамика здесь может поменяться и пока эту позицию буду удерживать и собственно если мы обновим минимум который был сформирован в пятницу это может произойти сегодня может произойти завтра для то таким образом мы подтвердим как раз настрой вот этого нисходящего движения на текущий момент а по паре американский доллар японская ну здесь опять же мы крайне быстро растем то есть тут практически нет хороших точек ну лично для меня присоединяться на продолжение роста мы видим что пока все еще тренд ускоряется мы уже ушли до выше локальных максимум которые были сформированы 15 июня в июне прошлого года и следующий уровень роста это как раз максимальный значение который мы видели в феврале в марте это 111 112 туда пока мы и идем но пока нет возможности собственно присоединяться если у вас такие возможности были то отлично позицию пока имеет смысл удерживать пока сохраняется тренд восходящий но я пока здесь остаюсь в стороне по австралийцу австралий все еще пока держится ниже прошу прощения выше области поддержки которые мы говорили ранее это отметка 75 87 на прошлой неделе были как раз попытки продавить данный уровень но пока мне покупатели были сильнее пока все еще мы удерживаем данный уровень но для те покупки которые был я до пробовал заходить вышел с небольшим убытком но пока не перезаходил в данную ситуацию потому что здесь вероятность как раз похода вниз все также она сохраняется поэтому австралийцу остаюсь просто наблюдать новозеландец новозеландец та же самая история но мы смогли закрепиться ниже минимальные значения которые вы видели в течение последних месяцев и собственно здесь пока тренд у нас основе сохраняется нисходящий поэтому здесь я для себя продолжаю искать как раз продажи поэтому жду завершение той восходящей коррекции который сейчас на рынке происходит и буду пробовать уже заходить но пока не сейчас опять же сейчас готовой точки входа для меня нет а золото золото продолжает корректироваться не смогли удержаться ниже то еще пробить ниже минимальные значения которые были в начале марта это отметка 1677 долларов за тройскую унцию отбились от данного уровня но нисходящий тренд он себя не отменяет поэтому здесь в любом случае те ситуации которые будут формироваться на продажу я продолжу для себя их как раз искать и возможно что да как раз золото будет интересным интересным инструментом для этого в течение этой недели поэтому по золоту буду дальше наблюдать индекс даст обновил локальный максимум сейчас уже торгуемся выше 15000 да это уже исторически максимум был сформирован как раз на и собственно здесь уже опять же да тренда сохраняется где к нему присоединяться на коррекция да коррекция будет тогда будет какой-то разговор о том чтобы присоединяться к данным позициям но пока здесь мы видим данные за 1 как раз апреля здесь индексы не торгуется сегодня ну будем смотреть как откроется уже на регулярную сессию и будем за этим наблюдать а по s&p 500 как я уже сказал в пятницу был сформирован новый локальный максимум и собственно это это движение оно и продолжается сейчас немного фьючерсы скорректируются после открытия но в целом опять же фон остается позитивным да уже те предпосылки которые были на рынке мы с вами обсудили поэтому здесь опять же если присоединяться к тренду то после коррекции если говорить об акциях которые например были недооценены мы сейчас тоже дойдем до этой части то собственно подбирать эти акции которые еще не восстановились да вот такой такой посыл нефть марки бренд с технической картины пока у нас здесь формируется боковик да боковик который мы видели со второй половины марта он пока все еще удержится то есть мы торгуемся в таком диапазоне 65 61 и нефть марки бренд вот пока в этом диапазоне продолжает курсировать если уходим выше отметки 65 то тогда поход на 67 68 вполне здесь будет актуален но из своих акций нефтяных здесь я уже вышел поэтому я больше бы для себя ждал еще одной коррекции там на 57 на 55 или там на 40 вот тогда я бы уже перезашел но пока здесь новых позиций не открывал а также коллеги что я хотел сказать то есть так как у нас начался новый месяц я бы хотел как раз показать те акции которые я добавляю также в свой портфель но об этом я расскажу уже в следующем выпуске до чтобы не превышать тайминг как раз сегодняшнего выпуска в среду я расскажу о тех акций которые добавлял в свой портфель уже непосредственно в начале месяца да я напомню что я всегда каждый месяц пополняю свой инвестиционный счет и какие-то акции покупаю новые или подбираю те которые у меня уже были в портфеле но по которым было например просадка которые также продолжают держать довольно таки долго поэтому в среду об этом я расскажу ну и не забудьте подписаться на канал чтобы как раз не пропустить данный выпуск не забудьте поставить лайк вопросы оставляйте в комментариях всем спасибо за внимание всем желаю хорошей торговой недели а до свидания оставляйте в комментариях